Доброго времени суток уважаемые друзья и сегодня настало время снять видосик по сампику, надеюсь вы его ждали, надеюсь он вам будет интересен и связан этот видосик будет как раз таки с темой нового маппинга на Evolve Roleplay маппинг связанный с армейкой нашей любимой Зона 51 давайте сегодня сразу скажу что побомбим на этот маппинг ну и конечно же мы предложим альтернативные варианты для того что можно вообще посоветовать разработчикам и что вообще можно улучшить и чего хотят сами игроки которые находятся во фракции думаю что я имею полное право на свое мнение и со мной многие согласятся просто потому что я сам нахожусь в армейке и типа я знаю о чем говорят другие, я вижу кто что пишет и на всем вот этом вот протяжении времени что этот маппинг есть есть только лишь недовольство, очень очень мало кто доволен новым маппингом поэтому давайте посмотрим интро и начнем, у меня уже составлен список в нем 6 пунктов и по каждому из пунктов мы с вами пройдемся ну и первый пункт наверное самый малозначимый мало вообще наверное кто обращал на него внимание но лично у меня с него пригорает сделали новую казарму теперь это не маленькая будка там не домик а это целое здание которое с виду выглядит как ну этажей на два-три точно там может даже и четвертый этаж будет но когда мы заходим в это здание мы видим интерьер из старой казармы который вообще в голове не укладывается каким образом смогли в таком здании сделать такой интерьер ну согласитесь это вообще бред и когда я увидел в картинках того что выйдет новый маппинг я увидел это большое здание и я думал типа ну наконец-то новый маппинг будет новый интерьер будет и старая казарма мне уже просто вот надоело я думал что увижу что-то новое и функциональное но про функционал мы поговорим чуть позже пока первое замечание это интерьер его либо поленили сделать либо же просто не хотели решили сделать обычный маппинг на интерьер забили хер и вышло что вышло считаю что это прям полный отстой казарму можно было сделать лучше и сейчас сразу же после каждого пункта я буду говорить альтернативное решение проблем интерьер можно было полностью бы изменить сделать как я сказал несколько этажей и каждый этаж отвести под что-то определенное и даже добавить функционал например самый верхний этаж это будет спаван то есть тех игроков которые только зашли вот выберу там первые и вторые ранги да ну и можно добавить там раздевалку и много-много нормальных кроватей и нормальную сделать казарму не бредовую которая состоит из нескольких коек там тумбочек и все то есть в армии находится 30-40 человек а кровати у нас на 10 человек ну согласитесь бред можно сделать ведь нормально следующее это можно было бы сделать на втором этаже прям функциональный тренажерный зал можно было добавить много всего интересного можно было добавить даже целую систему прокачки боевой системы можно было добавить новую систему на сервере это физуха можно было бы прокачивать физуха для этого нужно было бы вступить в армейку и в армейке вот на втором этаже стоять и надрачивать всеми этими гантелями там беговыми дорожками и так далее это есть это возможно реализовать в сампе просто не хотят этого делать почему я не знаю многие игроки бомбят но их никто не слушает зачем мы пойдем сделаем новую обнову для гетто про гетто вообще отдельная тема и маппинг будет очень связан плотно с этим но опять чуть позже ну и далее наверное пойдет первый этаж это самый основной этаж будет там будет располагаться столовая там будет располагаться условный туалет ванна кстати говоря этого нету в старом маппинге и это выглядит немного бредово когда к тебе подходит игрок говорит где здесь туалет возьму просто по рп решил меня спросить да и мне приходится говорить в казарме найди но при этом мы все понимаем что в казарме нету ни хрена ни туалета ничего то есть этого тоже нету можно было бы добавить но зачем и можно было бы и 4 этаж сделать который был бы полностью сделан для старшего офицерского состава и возможно даже для рекрутинга согласитесь проводить в 2018 году набор в армии в больнице это тот еще бред но просто нет альтернативных решений да где-то на каких-то проектах сделали прям целые военкоматы сделали прямо отдельные маппинги но хотя бы можно было и на базе это сделать вот у вас есть целое здание сделайте четвертый этаж прям кабинеты сделайте пару медицинских для специальной проверки добавьте маркер чтобы можно было переодеться и типа ты голый стоишь и так далее ну то есть сделайте это и это очень будет интересно это будет изменять вообще почти половину структуры проводи проверь и это полностью изменит то как проходит набор возможно игрокам даже будет просто интересно прийти на саму базу посмотреть ее и и вступить то есть хотя бы на пять минут но это приявит это проявит интерес и это будет огромнейший плюс но опять же зачем мы ничего не делаем мы никого не слушаем мы сделали новый маппинг какой нам срать просто вот возьмите и съешьте его так не делается на самом деле второе замечание как раз таки она очень связана с тем что сервер очень много чего сделал для get аудитории и не пытается что-то сделать для госов вроде сделали mapping вроде ну все круто проблем вообще никаких не должно быть но ребята сколько раньше было маркеров с тем чтобы можно было взять материалы вроде там ну четыре пять где-то вот так ну ладно там максимум шесть окей но теперь они сделали дохренища этих маркеров где можно брать материалы и они находятся именно в тех местах где в априори нету постов где нету людей и где вообще никто не бывает то есть бандит может спокойно приехать к любому забору в любой стороне вообще в любой просто перелезть и на альте пойти и взять материалы он Он может даже потом спокойно уйти, и ему ничего не будет, просто потому что на сервере есть маски, то есть он может вообще быть незаметен на радаре, и добраться до ближайших маркеров, ну, это займет секунд 5-6. Согласитесь, это вообще полный бред. Раньше, чтобы взять материалы, ну, вспомните, многие играли, уверен, нужно было собрать мясовозку, человек 20 в нее запрыгивало, они ехали все на базу, они ее штурмовали, и из 20 человек человек только 10 могло успеть взять материалы, потому что солдаты начинали сразу стрелять, и тем самым они убивали бандитов, это было интересно. Теперь этого не надо делать, не надо собирать мясо, можно просто взять машину, можно просто приехать, забрать, уехать и вернуться. Прикиньте, просто вот живым вернуться с базы, вы даже не напрягались, у вас минус вообще 0 хп, просто вот все, вы как приехали, вы так и уехали, вы можете творить все, что угодно. И это очень грубейшая ошибка была сделать столько вот маркеров, и причем их так легко можно достать. То есть, сделали бы в каком-нибудь бункере, вот переделали бы полностью маппинг бургера, окей, да, переделали бы полностью маппинг самого бункера, добавили бы там именно малые склады, добавили бы лаборатории нормальные и так далее. Но зачем? Мы этого делать не будем, мы сделаем просто по всей базе вот эти гребаные материалы, и нам похер, что гетто стал ези, ну, мы же делаем все для них, да, окей. Дальше, опять для гетто, наверное, это обновление, сделали новое кпп. Выглядит красиво, я не спорю, да, это прикольно, да, это лучше, чем шлагбаум, это выглядит как бы более инновационно, типа, стоят стойки, которые опускаются, поднимаются, но, блять, вы сделали пульт, который может сломать любой бомж. Это просто пиздец, вы вдумайтесь, любой бомж может купить пистолет в гетто за два верта, пойти и выстрелить в ебучий пульт, и кпп будет сломано, оно просто будет как арка, то есть не будет никаких ограждений, ничего, и это полный пиздец. Если вы думаете, что, типа, игроки адекватные, и мало кто этого делает, ни хрена, даже свои просто приходят, и ради интереса, или из-за того, что у них в голове там переклинило, и у них обезьяна стукнула барабаны, они просто берут, стреляют, и все, и кпп сломано, оно не чинится вообще никак, нельзя купить никаких ремкомплектов для этого, нельзя вообще ничего сделать. То есть все, кпп сломано, оно как проходной двор, то есть вы в любой момент можете приехать на базу, мало того, что на посту будет стоять 2-3 морпеха, это прям вообще идеально, наверное, даже будет, что там хотя бы 2 человека будет стоять, так их легко можно будет перестрелять, можно просто выстрелить в гребаный пульт, кпп сломается, берешь фуру и выезжаешь. Это вообще надо было додуматься до этого, чтобы сделать даже сам пульт, именно вот на самом видном месте, его не сделали где-то вот там, в защищенном месте, его как-то не оградили, нет, он просто стоит и просится, чтобы в него выстрелили, и он ломается, и все, и ты вообще ничего не можешь сделать. Порой, ты можешь поставить хаммер, но, блин, далеко ли вас хаммер спасет, ну что он вообще сделает, ну да, он стоит, да, его протаранят и уедут, и вы не хобб, до этого гетто и спасай фуру, ну это бред. Гпп это вообще самая главная проблема, 90% игроков госов, все жалуются на гпп армии нашей, потому что это цирковое представление, это надо видеть, то, как на этом гпп приезжают десятки людей, они в него стреляют, выводят фуры, просто проезжают, просто вот катаются, да, байкеры просто приезжают, они проезжают мимо стойчек, и все, они просто катаются по базе, это бред. Это не надо говорить о том, что маленькие онлайн фракции, либо же нужно заставлять людей стоять на постах, нет, это не так работает, это вообще не так работает, надо оценивать то, как играют игроки, нужно оценивать онлайн проекта, и исходя из этого делать что-либо. Если вы видите, что у вас на протяжении уже нескольких месяцев онлайн проекта, онлайн сервера как минимум 0.3 упал, и онлайн армии не составляет 100 человек, наверное нужно все-таки сделать что-то более лояльное для людей, которые служат в этой армии, которые играют в этой армейке. Если вы видите, что у людей горит, просто бомбит с этого маппинга, ну измените вы его, не просят делать что-то глобальное, просто измените хотя бы пару локальных пунктов. Вот у меня их 6, хотя бы 2-3 пункта, измените, это уже изменит мнение о маппинге и мнение о разработчиках, потому что сейчас все недовольны, вот просто вот все. Дальше проблема уже не гетовская, ничего не хочу сказать про это, хочу сказать о главном складе. Ребята, главный склад у вас не получился, здание которое стояло по стандарту было лучше. Вы вообще видели хотя бы в жизни, хотя бы раз армейскую базу, вы где-нибудь видели, чтобы там стояли строительные краны, чтобы там стояли какие-то вышки осветительные, необычные, которые армейские, там всякие вышки, да, а вот такие типа оранжевые, там, короче, можно видеть, я надеюсь, там сниму этот момент, там стоят какие-то строительные материалы, там стоят грузовые фуры, ну то есть прицепы. Вы вообще видели это? Вы думали вообще о чем-нибудь, когда делали маппинг, или вы такие, блядь, ну это главный склад, нужно побольше туда всякой херни нахерачить? Нет, это так не работает, это вообще никакой атмосферы не добавляет. Посмотрите на другие маппинги, на других проектах, которые приближены к роллплею, посмотрите, там сделаны какие-то палатки, там добавлен именно армейский маппинг, там текстуры, ретекстуры, все для того, чтобы человек ощущал себя в территории, на территории армейской базы. Здесь же я, приезжая к главному складу, я чувствую, как будто бы я нахожусь на месте загрузки дальнобоев, я вообще не ощущаю, что вот эта часть принадлежит армии. Такое ощущение, сюда должен приехать дальнобойщик, загрузиться и уехать. То есть вы вот настолько сделали охрененный маппинг, он очень неудачный в этом плане тоже, то есть уберите вы нахрен вот этот главный склад, который вы сделали, поставьте туда много палаток, сделайте какой-то склад оружия, сделайте там ящики, на которых именно написано, что это типа оружие или еще что-то. Не надо добавлять просто всего подряд. Я прям уверен, что половина была добавлена из маппинга, который находится около грузчиков. Там вот точно такие же трейлеры стояли, там вот просто вот один в один, их поставили на армейскую базу, зачем, непонятно. Если вы скажете, ну типа трейлер доставляет оружие, блять, у нас есть мотовозы, у нас есть нормальные армейские машины, и то можно было бы добавить еще транспорта, можно было бы добавить других, обычные машины, там коричневого цвета типа для офицеров, типа обычная, просто вот машина, да, и можно было бы добавить чуть-чуть побольше вертолетов, можно было бы добавить танк хотя бы для антуража, и типа пускаем только лидер может пользоваться, вообще похер, но хотя бы пускай для антуража он стоит. Этого нет, просто. То есть сделали маппинг, непонятно для чего и для кого. Ты не ощущаешь себя на этой базе как в реальной армейской базе, ты этого вообще не ощущаешь. Можно было сделать много интересных казарм, можно было вместо главного склада сделать и палатки, и казармы. И можно сделать было бы полигон какой-нибудь интересный, но к сожалению нет. Ну и еще один пункт, предпоследний в моем списке, ну скорее всего даже последний, потому что следующий пункт немножко отличается от всех просто, потому что он не для всех игроков. Но это вы сейчас все поймете, давайте перейдем к функционалу. Функционала в маппинге нету. Вы вообще видели функционал армии? То есть это что-то стандартное, базовое, примитивное. В армии нельзя прокачивать никак бойцовские навыки, то есть ты бьешь грушу, тебе нихрена. В армии ты просто прокачиваешь скиллы. Весь маппинг, который есть, он никак не функционален и ничего не дает. Вы видели вообще тир? Это наверное тир из 2013 года, вы вообще его не изменяете. То есть он какой есть, такой есть. Хотя бы сделайте его интерактивным. Добавьте туда мишени, которые неожиданно выскакивают, такие вот и должен попадать. Добавьте что-нибудь интересное. Сделайте вот этот новый маппинг, о котором я говорил, добавьте качалку, прям нормальную качалку. Где будет ринг, где будут всякие тренажеры, где будут стоять груши. И чтобы это все было функционально. Типа прикиньте, игроки уже захотят не идти и ехать в бойцовский клуб, чтобы там тренировать скиллы и навыки бокса и так далее. Они такие, блин, в армейке можно бесплатно, можно получить зарплату, можно прокачать скиллы и типа, камон, это круто. И мы пойдем и вступим в армейку. То есть делайте альтернативные варианты для того, чтобы люди хотели идти в гос. Сейчас они очень-очень малом проценте хотят идти в какие-то гос фракции и это для них уже не интересно. Потому что обновить маппинг это может любой, наверное. Ну, большинство, может, просто даже любители, которые играют вот просто в самп, они могут зайти в эдитер и сделать маппинг. Типа, окей, ну вы добавьте функционал, добавьте транспорт, прислушайтесь игроков, спросите, что им вообще надо. То есть не делайте так, что типа, блядь, мы сделали это грандиозное обновление, это типа все, что мы могли сделать, это прям вообще круто, это просто вот влепите нам лайк и мы молодцы. Нет, ребят, это так не работает, я еще раз повторюсь, это очень-очень плохо. Мне не понравилось, вот в этом плане тоже. Функционала очень мало. Можно много чего сделать и на основе армии можно сделать новые какие-либо функции на сервере. Там, вот как я уже сказал, можно сделать прокачку стамины. Можно добавить душевые кабины и тем самым добавить на сервере вот этот вот график, там полосочку какую-нибудь, которая будет отвечать за чистоту персонажа. Тоже круто. Но зачем? Мы сделали просто маппинг, мы сделали до хрена маркеров, чтобы гетовцы могли воровать и все. Но последнее, что хотелось бы в этом списке сказать, это то, что не для всех этот маппинг. Очень много игроков перестали хотеть идти в армию или же ушли из армейки зоны 51, которая просто по той причине, что их компьютеры не вывозят тот маппинг, который сделали. Я не знаю, что они в этом маппинге сделали, но он не тянет у игроков. То есть, реально, ребята со слабыми компьютерами не могут играть в этом маппинге. Возможно, потому что сделали овер до хрена забора. То есть, реально, если вы приедете, вы увидите, что забора на базе, наверное, больше, чем у любого другого маппинга. Это тоже вот отдельная тема. Но это можно забить хрен, типа, ладно, есть и есть. Но то, что лагает у ребят, то, что у них проседает FPS, это да, это есть. И если вы скажете, типа, блядь, купи новый компьютер и иди нахер, закрой рот, это типа не причина. Извините, но в самп играют, наверное, по той причине, что у людей большинство слабый компьютер. И они не могут играть в ту же GTA 5 и не могут наслаждаться тем маппингом и тем функционалом, что там есть. Будьте добры быть лояльнее к аудитории и все-таки делать что-то, что просят они. И по тем возможностям, которые у них есть, а не типа, блядь, мы сделали маппинг, а если он тебя не тянет, иди купи компьютер. Ну, дайте тогда денег этим игрокам. Вот накопите донат и раздайте этот донат игрокам. Типа, пускай они пойдут в видеоху купят, пускай они еще что-то пойдут купят. Тогда да, вы можете так отвечать игрокам. Но в данном положении вы вообще не можете так отвечать просто по той причине, что игрок играет на вашем проекте. Играет он, наверное, по той причине, что, ну, либо ему интересен самп, да, он там старый игрок и так далее. Либо же, как чаще это всего бывает, у человека не самый мощный компьютер. Он не может тянуть какие-то крутые игры и он просто вынужден играть в самп. Но вы ему просто перекрываете кислород тем самым. Типа, блядь, мы сделали маппинг, он тебя не тянет. Ну, на самом деле, честно, это очень такое себе. Да, на самом деле, обомбился я по поводу этого маппинга. Если вы со мной не согласны, вы, конечно, можете отписать в комментариях. Но я думаю, что со мной все-таки будет большинство людей согласно. И единственные, кто со мной будет не согласны, это как раз-таки ребята, которые из гетто, которым, наоборот, в кайф. Типа, мы можем воровать спокойно теперь. Мы можем матовые тамфуры вывозить, и нам никаких проблем нету, да. Но, но, но. То есть, на самом деле, нужно менять маппинг. Нужно спрашивать игроков, нужно что-то делать, но оставлять этот маппинг так нельзя. Спасибо. Спасибо.